Во имя Отца и Сына и Святаго Буха! И когда Крест Господень предлагается верующим для поклонения, Святая Церковь предлагает нам размыслить о словах Господа нашего Иисуса Христа, обращенных к нам. Иисус Христос именно говорит, кто из людей идет за Крестом, не взяв Креста своего, тот не достоин Креста. И мы уже знаем из многих напоминаний и поучений о том, что Крест каждого христианина, это его житейские обстоятельства, обстоятельства его жизни, скорби, терпения, неприятности, болезни, трудности, нужда. Все это составляет Крест Господень, и его следует нести без ропота. И его нужно нести в честью христианина. И еще Христос говорит о том, какую ценность составляет для человека душа человеческая. Это Он напоминает нам. Эта церковь нам напоминает для того, чтобы мы, дорогие братья и сестры, в этом ежедневном несении Креста не забывали, что есть центральная мысль, центральная цель, смысл нашей жизни человеческой. Это наша бессмертная человеческая душа, которую нужно сохранить, которую нужно воспитать, которую нужно привести в Царство Небесное. И Христос о нашей душе человеческой говорит такие высокие слова, значительные очень, что если человек приобретет тебе весь мир, вот все блага, все народы для тебя работают, все богатство, все сладости, все удовольствия, все твое. Если при этом повреждается твоя душа, то для тебя нет никакого приобретения, а есть сплошной, единый урон, если ты повредил свою душу. Как свою душу мы повредим, дорогие братья и сестры? Мы ее повредим эгоизмом, мы ее повредим неправильной целью жизни, заданной нам, к которой мы стремимся. И тогда все психологи, все врачи, все молитвенники Земли не смогут исправить нашу душу, если она повреждена. И человеку никакое утешение, никакой замены вместо этой испорченной души не бывает ни в этом веке, ни в будущем веке. Вот об этой нашей бессмертной души, дорогие братья и сестры, мы должны помнить, что ради нее мы живем, ради вечности. Какое там богатство и красота всего мира, пределенное нами, которое несомнимо ниже ценности нашей души. мы гораздо на более мелкие мелочи жизни готовы поменять свою душу. На какую-то прибыль, на какую-то вещь, на какие-то квадратные метры жилья или огорода. мы готовы поменять свою душу ради своего чрева, ради пьянства, ради обидения. Ну, ради денег уже говорил, понятно это дело. А что это наше приобретение имущественное, которое мы можем приобрести? по сравнению с богатством хотя бы одного богатого человека. Да такой мизер, что любой богач на это не обратит внимания даже. И посмеется, если мы скажем, о, у нас какая ценность. Там на книжке, на сберкнижке, или на стенке, или в сундуке. И поэтому, дорогие братья и сестры, нужно много обнищать умом. Нужно много набрать глупостей, растерять свой рассудок, чтобы это мелочное приобретение мы бы ценили больше, нежели свою душу. И свою душу, дорогие братья и сестры, как бы хранить должны? Не как вещь в сундуке и в нафталине, а мы свою душу должны беречь по Христову учению, по слову Христа. Как? Погубить душу ради Христа и ради Его Евангелия. То есть это как? Отказаться от всякого «я», а доверить Христу и доверить Евангелию. О том, что мы должны верить во Христа, верить Евангелие, о том, что мы должны вчитываться, складывать в свое сердце евангельские строчки, евангельские мысли. Христос говорит в сегодняшнем Евангелии так. Кто пострадится в веки с тем, лукавом и преливодейном моих слов, того послужусь я перед ангелами моими. То есть, когда наша душа предстанет при Богом и скажем, вот я, Господи, то мы услышим однозначное, я не знаю вас. почему? Вы постыдились в жизни своей моих евангельских слов. Но для того, чтобы этих слов постыдиться, то, да ведь надо еще, дорогие братья и сестры, и знать их. А как же вы думаете? Молиться, акафисты читать, доброе дело. Но если при этом мы не читаем Евангелие, слышите, если при этом мы не читаем Евангелие, не берем его в руки, не открываем, не читаем, не слушаем, мы отворачиваемся от Бога. Мы не приобретаем его слов. Ни одно слово у нас не застревает ни в памяти, ни в мысли, ни в сердце нашем. А как же мы их сохраним? А как же мы их соблюдем? А как же мы их еще и не посредимся перед этим агрессивным веком, миром, окружающим нас? Как? Когда этих слов там у нас и нету. Так стало быть в первую очередь заботиться о своей душе. Нужно заботиться, дорогие братья и сестры, чтобы наша душа питалась евангельскими словами. Словами Святого Евангелия. А потом и соблюдать эти слова. Удивительное дело. Приходится наблюдать. Человек исповедуется не первый раз, не первый год. А коснешься простого. Они не знают, что написано по тому или другому вопросу Евангелии. Милые мои, так вы же приходите не к священнику просить у него прощения, что какой-то ему долг не вернули или на ногу ему наступили. Вы же к Богу приходите просить прощения в том, что не соблюли, не сохранили его наказок, его слов. А вы этих наказок, этих слов ни слыха, ни слыхали. Поэтому неудивительно приходит какое-то пустяковое искушение, какой-то соблазн, исходящий почти что от младенца. Подходит какой-то сектант и двумя двумя словами смущает человека. Услышал про какую-то примету, про какое-то суеверие и акт души смирения, смятения. Вера колеблется, как при землетрясении и сознание мутится. Ах, что же я ведь этого-то не сохранил, не соблюдал? Вот. И вот ведь как люди-то говорят, ой, как страшно-то. Что будет со мной? Что будет с моими близкими? Успокойтесь, родные мои. Если вы знаете и надеетесь на слова Господа Иисуса Христа, ничего с вами не случится, не с вашими близкими. Иисуса Христа, потому что Слово Божие, оно живее, действеннее любого оружия, охраняющего нас. Слово Божие, смысл евангельских слов, хранящийся в душе, душу саму эту освящает и сохраняет. И придет ее непоколебимой, неметущейся, несомневающейся и ни в каком положении в самом отчаянном не унывающей и не отчаивающейся. И потому, дорогие братья и сестры, когда мы смотрим на крест Христов, вспомним, за что Христос пострадал. За те слова, которые Он произнес в мире, за те слова, которые записали Его ученики, за те слова, которые хранит Церковь Христова и несет к нам и проповедует к нам. За те слова, которые скучатся в нашу душу, чтобы кто впустил для блага человека, для спасения Его души, для вечной жизни. Аминь. Благословение Господне на вас, другого благодати и человеколюбие, всегда и неприсно и вовеки любовь.